Как нелегал спас ребенка в Париже и каким образом в Агайе украли целый дом? Об этом и не только далее в нашем обзоре. Крупнейшую в мире пресноводную жемчужину продадут с молотка в нидерландской Гааге. За почти 300 лет своего существования она сменила много владельцев. Принадлежала и купцам, и элитным ювелирам, и европейским правителям. Из-за характерной формы жемчужину назвали спящим львом. Торги состоятся уже в четверг. Со спящего льва надеются выручить не менее 340 тысяч евро. Французский спайдермен. В Париже прохожий спас свисающего с балкона ребенка. Мужчина без какого-либо специального снаряжения за несколько секунд вскарабкался на пятый этаж дома и подхватил малыша. Видео разместили в интернете. Спаситель оказался нелегальным мигрантом из Мали. Но за богородный поступок его собираются наградить французским гражданством. Сегодня героя даже принял президент Франции Эммануэль Макрон. Женщины платят почти на 50% больше, чем мужчины за базовые элементы гардероба, посчитали британские эксперты. Для этого они сравнили цены на обычную белую футболку в женском и мужском отделе наиболее популярных в стране магазинов. Оказалось, что одежда для дам стоила до 45% дороже. При этом на мужские вещи идет больше материала. Эксперты называют это розовым налогом, скрытой наценкой на женский ассортимент. У жителя американского штата Огайо украли загородный дом. Роджер Пеннингтон купил себе небольшое жилище в лесу, чтобы отдыхать там на пенсии. Но во время очередного визита не обнаружил его. Вместе с домом пропало и имущество общей стоимостью полторы тысячи долларов. От пустого участка уходили следы шин. Роджер считает, что кражу совершил бывший собственник жилища. Его когда-то отбирали у мужчины из-за неуплаты налогов. Оператор американского канала 8 News свалился в пруд прямо в прямом эфире. Камерамен снимал, как журналистка плывет на байдарке, оступился и упал в воду. Через несколько секунд оператор реабилитировался и снова направил камеру на напарницу. Корреспондентка лишь посмеялась и сразу передала ведущим, что с техникой все в порядке. Коллеги также отшутились и еще долго обсуждали инцидент в студии. В США отмечают день поминовения. В стране чтут память американцев, погибших в вооруженных конфликтах за всю историю страны. Вначале колонна мотоциклистов проехалась по Вашингтону в память о безвести пропавших военных. Потом начался парад ветеранов. Президент США Дональд Трамп сегодня примет участие в церемонии возложения венков к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Официальные мероприятия пройдут и в других регионах страны.